Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. У нас в гостях известный адвокат, поэт, бард, член Союза писателей России Федор Горобцов. В его творческом багаже иронические стихи и песни, лирика, поэма, история государства российского, а еще рассказы, эссе. Талант Федора Горобцова многогранен. Мы рады предоставить ему слово. Дорогие друзья, не смотрите на время сердито, не грустите, что вам в этой жизни не все удалось. Будет в доме тепло, если двери у дома открыты, и, глядишь, не пройдет мимо дома родимый авось. Дорогие друзья, позабудьте на миг о печалях, всем добра пожелав и оставив дела до поры. По вокалам разлейте чудесный букет цинандала, не спеша пригубите кавказский огонь, хванч коры. И пусть гитары звенят, и безумствует свет, пусть фужеры летят на дубовый паркет. Бытие краткий миг, словно вспышка в ночи, жизнь похожа на крик, так не молчи. Прибывая в гостях на земле этой милой и вечной, мы торопимся жить и куда-то безумно спешим. Дорогие друзья, в этом мире все так скоротечно, мы пришли и уйдем, оставляя дорогу другим. Так пусть гитары звенят, и безумствует свет, пусть фужеры летят на дубовый паркет. Бытие краткий миг, словно вспышка в ночи, жизнь похожа на крик, так не молчи. Добрый день, дорогие друзья. Я Федор Горобцов, член Союза специалиста России. Что-то пишу, что-то пою, но называть себя поэтом не рискую, поскольку для меня это слишком высокое звание. Но то, что я делаю, ну это скорее, может быть, какие-то зарисовки по жизни, какие-то яркие факты, которые случаются со мной и которые находят отражение как раз в этой писанине. Все написано просто, можно сказать, даже примитивно. Я и не стыжусь этой примитивизации текстов, поскольку так легче выражать свои мысли, так легче быть понятым. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать в начале. А теперь я буду петь песни, что-то читать и так далее. Вот, первая песня, которая прозвучала, она была написана еще лет 20 назад, наверное. И потом все, что было написано впоследствии, и ранее, может быть, что-то сегодня будет показано. Песня, посвященная моему отцу. Песня, посвященная моему отцу. Разбылись мои мечты, вся жизнь моя в кривь и в кость. А мысль о том, что не вечен ты, пронзила меня насквозь. Когда, рыдая в горькой траве, вдыхал я полынь и цвет. И только вертелось в моей голове, что нет больше, Бадди, нет. Я не сказал тебе добрых слов, которых ты верно ждал. Теперь-то я слушаюсь, тебя готов. Да ты говорить перестал. Ну, то, что написано о поэзии, конечно, очень много иронического. Именно о поэзии, о наших поэтах. Поэтому я хотел такую ироническую песню пропеть, посвященную нашим провинциальным поэтам. Среди которых, кстати, очень много замечательных, великолепных поэтов, которыми можно наслаждаться. Которые действительно явили в свет очень много замечательных мыслей, стихов, которые заставляют задуматься о дальнейшем. И вот я хотел одну песню, посвященную нашим поэтам, опять-таки, в ироническом ключе. Спеть, а потом, может быть, перейти на более серьезные вещи. Я поэт провинциальный, в этом вся беда. Взгляд голодный, печальный у меня всегда. На подмостке не пробиться, падаю на дно. Нет прохода, и в столице там своих полно. А нужен слушатель поэту, что тут говорить? А без соседки бобы светы я б не смог творить. Цвел я ей стихи, читая мой талант ценят. Боба света, а не мигая, слушала меня. А вчера меня от стресса скрючила дугой. Аппараты ей от собеса дали слуховой. От тоски дошел я, братцы, чуть не до греха. Кто же знал, что лет пятнадцать, как она глуха? Не надо, прошу, не надо От жизни подарков ждать. Ведь жизнь есть уже награда, За что не дано понять. Пусть жизнь кувырком, Хоть камень на шею забудь про потом, Забудь про успею. За солнце и смех, и тучи над нами Мы платим годами, годами, годами. На листья роса упала, Блестит ориадный нить, А жизни дано так мало, Что право грешно хандрить. Пусть жизнь кувырком, Хоть камень на шею забудь про потом, Забудь про успею. За солнце и смех, и тучи над нами Мы платим годами, годами, годами. Обходится с нами круто Небесное Божье высь, Мы платим за жизнь валютой, Валютой с названием жизнь. Пусть жизнь кувырком, Хоть камень на шею забудь про потом, Забудь про успею. За солнце и смех, и тучи над нами Мы платим годами, годами, годами. Дальше опять посвящение нашему ульяновскому писателю Алексею Жданову написано было до ночи лет 25 назад. Он талантлив во всем, Его хвалят кругом За гитару, стихи и за фото Про него говорят, А он везде нарасхват, Но не платит никто за работу. От пустой суеты, Погружаясь в мечты, Напиваясь порой и до якоты, Он ужасно хандрил, И, наверное, б не пил, Но не платит никто за работу. А что от Бога дано, Утаить мудрено, Но Господь оконфузился жутко. В чем же этот конфуз, А он служителям мус, Для чего-то оставил в желудке. А парижский бомонд Ему славу поет, От восторга визжит И клокочет, А он, сшибая гроши, К ним не очень спешит И бежать из России не хочет. Я живу от звонка до звонка, Как в темнице из-за мягких стен. На коленях твоя рука, За спиною прозрачный плен, Убежать, но в какую хамарь, Цепь, конечно, как не беги, Дышит холодно дверь январь, И все глушат твои шаги. Я, конечно, смогу забыть, Я, конечно, не стану ждать, Без тебя невозможно жить, Без тебя тяжело дышать. Догорает огонь в печи, Недопитый бокал зовы, Что-то птица кричит в ночи, Что ж так громко она кричит. Пусть я, боец, и в ветреной пройдоха, И выстою всем трудностям назло, Не оставляй меня, когда мне плохо, Не оставляй, когда мне тяжело, Не оставляй, когда в ничтожном виде У мира я бываю не в цене, Не оставляй, когда я победитель С горящим взором на лихом коне, Не оставляй в плену безмозглых сплетен, Не оставляй, когда оставит брат, Не оставляй меня, когда я беден, Не оставляй, когда богат, Не уходи, пусть и я черни тучи, Или когда беспечен, словно май, Пусть буду ты красивее и лучше, Ты все равно меня не оставляй, Ты все равно меня не оставляй. Я хотел спеть песню еще Григория Матвеевича Медведовского, С которым судьба меня свела В конце 20 века, И которая редактировала мою первую книгу, Которую называлась «Встреча с Фемидой». Многие его стихи есть, Они действительно очень высоко лиричные, Такие пронзительные. Вот одну песню я хотел вам показать. Любой живущий обратится в прах И рано или поздно канет в лету, Но навсегда останутся в стихах Возлюбленные каждого поэта И даже не вошедшие в тома, Они войдут в века, как ими были Богиней, что сводили нас с ума, Красавицей, которых мы любим. Пусть наши тропы кривы и круты Среди камней и среди трясин болотных, Но тем еще прекрасней черты, Воспетые в поэмах и полотнах. И если смерть присядет на кровать, Я буду верить, не моля срочки, Что смог тебе без смерти даровать Хотя бы одной единственной строчкой, Что смог тебе без смерти даровать Хотя подем его их единственной строчкой. Осень в золотую акварель Высветила хрупкие березы Листья опускаются, как слезы На травы пожухлую постель Осень золотая, краски рассыпая Собирает в стаи перелетных птах И взирая следы Я прощаюсь с летом, Мне б сорваться следом, Но, увы, я Ты явилась в неурочный час, Ты явилась в пору листопада, И теперь осенняя прохлада Разделяет, как стеною, нас Осень золотая, краски рассыпая Собирает в стаи перелетных птах И взирая в следы Я прощаюсь с летом, Мне б сорваться следом, Но, увы, я Мне б сорваться следом, Но, увы, я Лето отгорело от ошголу, Удаляясь, улыбнулась мило Очень жаль, что это все прошло Оно, я рад тому, что это было Осень золотая, краски рассыпая Собирает в стаи перелетных птах И взирая в следы Я прощаюсь с летом, Мне б сорваться следом, Но, увы, я Мне б сорваться следом, Но, увы, я Мой друг, художник и поэт, Философ, ветреный, бродяга, Возненавидел бренный свет И удалился в царство мрак Я тут же сел за некролог, Хлебнул печальный стакан И написал, что он бы смог, Когда б не сгинул слишком рано Я бичевал, негодовал, Сплетал эпитеты в узоры И бесподобный идеал Уже ласкал и тешил взоры Всю ночь я некролог Творил тем суицидом вдохновленный Под утро, не имея сил, Уснул изрядно утомленный Теперь хоть плачь, хоть хохочи Когда уж некролог набрали, Мне передали, что врачи Его спасли и откачали Знакомый парень, гробовщик Пробормотал не очень внятно А гроб, говорит, был сделан Самый шик и по размеру Аккуратно Теперь тащи его назад Ворчал он, гроб взвалив на спину Мы шли, ругая всех подряд Порядки, нравы, медицин Это все наше посвящение Нашим поэтам Так, это песня, посвященная Женской эмансипации Точнее, можно сказать Вредности этой эмансипации В океане совершали двое На суденышке трудный путь И она не знала покоя Он свободно не мог вздохнуть Он был, в общем, не глупым, малым И она не дура была Но она его ревновала Ко всему, что видеть могла Ко всему, что видеть могла Ревновала к зимам и веснам Ревновала к звездам во тьме Ревновала к моревеслам К рыбам, бурям и тишине Ревновала к тому, чем жил он Чем питался и чем дышал А он рвал в океане жилы И иного не представлял И иного не представлял И все чаще казаться стало Что он лишний на корабле И спихнув его с пьедестала Обустроилась при руле Но, как видно, для ручек слабых Неподъемным было весло И корабль на морских ухабах С курса в сторону Унесло, с курса в сторону Унесло А она свою линию гнула Ничего не слышал ответ Кстати, там резвились акулы Был прекрасный у них обед Ну, кстати, вот этой Зарисовочке Медведовский в свое время Поставил целых четыре креста Ему очень понравилось Не знаю, может быть, он в свое время Стал жертвой подобной эмансипации Но об этом история умалчивает Не бойся, лютого врага Будь беспощаден этот враг Ты знаешь, что его рука Сжимает ярост на кулак А это значит, будь готов К войне и здесь не нужно слов К войне и здесь не нужно слов Небось, этих кому плевать Кто равнодушен, словно лед Руки не станет подавать И не поможет, и не спасет А это значит, что скорбя Живи, надеясь на себя Живи, надеясь на себя Бояться следует того Кто обожаем и любим И что досаднее всего Ты беззащитен перед ним Открыты двери и опять Не можем мы не доверять Не можем мы не доверять Не можем мы не доверять Который ездил в Индию, в Дели Для отладки военного оборудования И вот его впечатление после поездки И я трудяга, я рабочий А за станком всю жизнь пахал А за границей, между прочим Я ни разу не бывал А на нашем, на заводе Я изрядно попотел Был в фаворе и в почете На доске всю жизнь висел И тут мне случай подкатил В Дели По делам я ухотил в Дели С самолета вышел там первым И, представь, сразу стал сэром Он называют господином Суетятся в разнобой Подгоняют мне машины Можно ехать на любой Я к изысканным манерам Не привыкший Хоть умри, но вкусил я Что быть сэром Сладко, что ни говори И говорить я сразу стал Тише Подбородок свой поднял Выше Стал смотреть Я как-то вдруг Строже А на индийских моих слуг Роже Так от такого обхождения Подобрел и поважнел Будто с самого рождения По-иному не умел Я уже в глубоком трансе Сомневаюсь все сильней А может быть я из дворянских Голубых Каких кровей Зачесалось под чалмой Темя А тут пришло лететь домой Время В самолете я сижу Твердо И по княжски гляжу Гордо А вот столица дорогая Дорогой аэропорт Стердость я киваю Словно тот английский лор Не спешу стою у трапа Здравствуй, Родина, Москва Ощущаю Милый запах На кругом Голова А тут Услышал я Толчок В спину Что стоишь Несчастный Козлина Посмотрел я Снизу вверх Гордо А он добавил Шевелись Мордо Сказка кончилась У трапа Князь во мне Сошел на нет Я полез Я полез Как учили много лет Я попер вперед Столпой Как в атаку На врага Трудно с кровью Голубою Жить на Родине Пока Жизнь я люблю За твой экстрим Извечный За то, что ты Пудовым кулаком Ломаешь мне хребет Чтоб через миг Сердечно Лизать мне пятки С жарким языком Жизнь Я люблю тебя Ты не даешь От скуки Смотреть с тоской Глядя в небеса Ты даришь мне врагов Друзей надежных Руки Из женщин Восхищенные глаза Люблю тебя Жизнь За горечь поражений За яркий блеск Дарованных побед За детский смех За тягостность Сомнений За грязь Вранье Летящего мне след Люблю тебя Жизнь Твою необычайность Пою хвалу Священным небесам За то, что я Как странная случайность Листом кленовым Пал к ее ногам Уйду и я туда Свой путь земной Отмерив Но даже там У жизни на краю Махну Петру Захлопну громко доверие И жизнь Как награду воспою Спасибо жизни За то, что ты Меня признала За то, что ты Ласкала словно мать За то, что ты Мне щедро даровала Возможность петь Метаться и страдать Спасибо вам, друзья Что вы меня терпели Когда я сам себе Едва терплю Во мне еще огни Не отгорели Спасибо, жизнь Я так тебя люблю Дорогие друзья Благодарим Федора Горобцова За участие В нашей программе Стихи и песни Стихи и песни Чувства юмора Помогают нам В самые трудные Моменты жизни В творческом Арсенале Федора Горобцова Веселые и грустные Серьезные и лирические стихи Мне хотелось бы Прочитать в завершение Такое стихотворение Друзья мои Коллеги По перу Отбросьте Все печали И сомнения Имеем мы Одно предназначение Творить добро И призывать к добру Кто слышит нас В попсовой суете Кто мы Глаз вопиющего В пустыне Да что там мы Когда не слышит Ныне Того Который умер На кресте Для душ слепых Любовь и благодать Ничто иное Как пустые бредни Как истину В инстанции последней Мы не желаем Господу принять Но автор Федор Горобцов Утверждает Имеем мы Одно предназначение Творить добро И призывать К добру Он В своих стихах Утверждает Любовь К жизни Люблю тебя О жизнь И хочется Повторить За ним Эти строчки Желаем вам Дорогие Наши слушатели Оптимизма Добра И радости Спасибо За внимание До свидания До свидания Субтитры Игорь Негода Продолжение следует...